Братья и сестры, здравствуйте! Главное в наших церковных всех движениях, делах и помыслах – это опираться на Писание. Что бы ты ни делал, иметь для себя свидетельство из Писания, говорил, кстати, Антоний Великий. Вот мы, празднуя Крещение Господне, тоже будем разгибать святые книги и разгнем сегодня книгу святую на Евангелие от Марка. Он сразу начинает с Крещения Господня и цитирует нам, простите, цитирует нам несколько сразу со старта известных для еврейского уха слов из пророка Малахии и пророка Исаии. Как написано у пророков, он пишет сразу, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это Малахия. Третья глава. Вы запоминайте, это вас спасет, между прочим. Это будет тот буйок или тот спасательный жилет, который не даст вам утонуть в страшное время. Малахия – чрезвычайно интересный пророк. Последний пророк Ветхого Завета, в русской Библии он там и стоит, так, в последнем, в славянской и в греческой. После него замолкли глаз и пророчески на долгое время, поэтому он очень важен. У него говорится, например, о том, что Илья придет пред наступлением Дня Великого и Страшного. Это очень важно, это было всем известно. И мы ждем Илью тоже перед пришествием вторым и страшным Господа Иисуса. Для суда над всей вселенной придет пророк Илья, до сих пор не претерпевший смерти. Об этом говорит Малахия. Потом у него есть интереснейшая вещь такая. Он говорит, что «все вы оскорбляете меня, говорит Господь, людям, что вы говорите, что нет смысла служения Господу. Это трудно, тяжело и бесполезно». Так говорят и сегодняшние люди, что служение Богу трудное, тяжелое и бесполезное. А лучше себя, Малахия пишется, устраивают те, кто оскорбляет Господа, но все-таки остается жив. То есть те, которые хитрят, воруют, махинируют, говорят «вы так говорите». И мы так говорим. Сейчас люди тоже так говорят. И вот в ответ на это вопрошение, Малахия говорит, что наступит день, когда вы опять узнаете разницу между служащим Богу и неслужащим Ему. В этот день грешники будут как солома, и огонь пожрет их, и никто не избежит. Такие правильные ставятся вопросы и правильно даются ответы, которые чрезвычайно актуальны в сегодняшний день. Я много раз об этом говорил, что пророки, Михей, Малахия, Амос, скажем там, Захария, Исаия, это вообще дальше идти некуда, читаются как свежая газета, поскольку они вынимают из человека его вопросы и дают на них божественные ответы. А мы спрашиваем об одном и том же. Иногда даже текстовые совпадения есть. Например, мир и безопасность. Слова, которые кругом нисходят с площадок международных переговоров. Мир и безопасность. Они у Исаии постоянно в контексте там особенным повторяются. И вот сразу Марк начинает с Малахии. Я посылаю ангела моего пред лицом твоим. Этот ангел – это Иоанн Претеча, который по природе человек, а по служению ангел. И ангел – это вестник, это тот, кто послан. То есть ангельская служба – это возносить наши молитвы к Богу и приносить Божью волю, открывать ее достойным для принятия людям. Поэтому Иоанн Претеча не ангел по природе. По природе он от человеков рожденный человек. Но по характеру служения он ангел пустыни. Он удален от всякой суеты, посвящен в молитву, воздержан до края, с приизлихом, и возвещает волю Божию. А дальше Исайя цитируется. «Голос вопиющего в пустыне» – это голос Иоанна. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Вот уже с этого начала самого нас отсылает евангелист Марк к Малахии. Надо найти его и прочитать. Это не займет много времени, это пять глав всего лишь. И потом там сороковая глава Исаии. Ну и надо, конечно, понимать и чувствовать сердцем, что вот этот голос вопиющего в пустыне, голос Иоанна, который сам не ходил по домам проповедовать, который львиным рыком оглашал Иорданскую пустыню, он привлекал к себе сердца кающихся людей. И свидетельство Иоаннова – это корень, так сказать, будущего прихода ко Христу. Это необходимое условие признания Христа, Иисуса Христа Мессией, Спасителем, Сыном Божиим. Если кто не принимает свидетельство Иоаннова и отказывается каяться в грехах своих, его сердце остается закрытым для принятия Иисуса из Назарета как Сына Божьего и Спасителя мира. То есть, если ты не принял Иоанна, ты не примешь Христа. Если голос Иоанна «покайтесь» тебе ничего не сказал и не сокрушил твою внутреннюю твердыню ерихонскую, голос Иисуса в притчах, проповедях и само распятие Иисуса, само воскресение Его останется для тебя закрытой книгой. Поэтому берите в руки Писание, пока не поздно, кстати, этим можно спастись, и начинайте сегодня в эти крещенские продолжающиеся дни Малахия, всего Малахию, все пять глав. Сороковая глава Исаии, но и покаяния. Не даром ведь сказано «покайтесь», ибо приблизилось Царство Небесное. Спасайтесь. До свидания.